Добрый вечер! Сегодня пятница, 17 марта. В эфире на Буральской обещательной компании информационная программа «Объектив». В студии Алексей Кузнецов я и мои коллеги познакомим вас с последними событиями. Коротко о главном. Город на Уральском перевале. Город, прославляющий Урал. На Уральск отмечает свое 69-летие. Первый суд за нами, но процесс продолжается. Следим за развитием событий, связанных с недобросовестным подрядчиком, работавшим на бульваре Кикойна. Спортивное начало весны. Последние холодные денечки спортсмены собрались побороться за победу в турнире по хоккею с мячом. 17 марта 1954 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР безымянный населенный пункт получил статус города и свое название «Новоуральск», который писался через дефис. Но после целых 40 лет город жил под секретным именем. Он назывался Свердловск-44. С 1994 года муниципалитет открылся миру. И с тех пор его называют Новоуральск. Известно, что первые строители приехали буквально на пустое место, близ поселка Верхнемецкий, еще в 1941 году. С этого времени и начинается история Новоуральска. В 1954 году город состоял в основном из бараков, фанерных и финских домиков. Хотя были уже построены кинотеатр «Родина», музыкально-драматический театр, несколько школ и детских садов, каменные двух- и трехэтажные дома в центральной части города и многое другое. К этому времени были заложены несколько аллей и скверов, украшающих город. Свердловск-44 принимал свой неповторимый облик. Уральский электрохимический комбинат вошел в строй еще в 1949 году. А в 1954 начал производство низкообогащенного урана для обеспечения потребностей атомной энергетики страны. В 1954 году жизнь в городе кипела. Никто уже не сомневался, что сделал правильный выбор, приехав в маленький безымянный поселок с новой начинающейся жизнью. Наш Атомград – это город славных трудовых, промышленных, спортивных, образовательных и культурных традиций. Здесь перекликаются ум и талант, наука и творчество. И сегодня нашему городу исполнилось 69 лет. С этой датой всех горожан поздравил исполняющий полномочия главы Новоуральского городского округа Вадим Хатипов. Уважаемые земляки, 17 марта Новоуральск отмечает свой день рождения по документам, а само торжество традиционно проходит летом. Именно 69 лет назад, 17 марта, поселок при заводе получил статус города, который до сих пор является ядерным счетом России. Судьба Новоуральска неразрывно связана с Уральским электрохимическим комбинатом. Город возведен руками создателей, которые построили один из первых центров атомной отрасли страны. Традиции, заложенные нашими ветеранами, продолжают новые поколения горожан, сохраняя гостеприимство территории, черты столичности с высоким производственным, образовательным, спортивным, культурным потенциалом. На Уральске строится востребованное малоэтажное жилье, благоустраиваются общественные территории. Благодаря ТСР реализуются инвестиционные проекты, активно развивается социальная сфера и городская инфраструктура. Один из недавних реализованных проектов – благоустройство Комсомольского Арбата с современными архитектурными формами. Город живет благодаря его душе и сердцу, людям, которые ежедневным трудом вкладывают в современный облик Новоуральска свой талант, умения, силы, помогая в развитии территории и в реализации самых смелых планов. Мы уверенно смотрим в будущее, потому что мы любим свой Новоуральск. От имени главы Новоуральского городского округа всех новоуральцев поздравляю с Днем города и желаю счастья, здоровья, оптимизма, благополучия, мира и добра в ваших домах. К поздравлениям также присоединился председатель Думы Новоуральского городского округа Михаил Денисов. Он отметил, что город живет благодаря его душе и сердцу, то есть людям. Уважаемые горожане! 69 лет назад Новоуральск получил статус города. От имени депутатов Думы поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого Новоуральска. Неповторимый облик города, его достижения в области промышленности, науки, образования, культурное наследие, успехи в спорте – все это стало возможным благодаря талантам и трудолюбию новоуральцев. С полным правом мы можем гордиться тем, что уже сделано. В день рождения Новоуральска выражаю слова благодарности всем, кто своим добросовестным трудом способствует развитию города, активно участвует в общественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию Новоуральска. Желаю всем жителям уверенной и достойной жизни, здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. С Днем рождения города, дорогие новоуральцы! Новоуральск в свои 69 лет продолжает развиваться. Строятся новые объекты, реконструируются общественные пространства. Одним из самых ярких обновлений последних лет можно назвать благоустройство «Бульвара Академика Исаака Кикойна». Не без трудностей объект все же был завершен. Правда, последствия работы нередивого подрядчика предприятия «Союз Холод Урал» продолжают устранять до сих пор. Подробности в материале Валерии Коневой. Долгое время продолжается судебный процесс с первым подрядчиком второго этапа благоустройства «Бульвара Академика Исаака Кикойна». Стал известен исход первого судебного разбирательства. Решение суда осталось за Новоуральском. И план «Союз Холод Урала» получить 13 миллионов за невыполненные им работы не сработал. Основные ожидания города заключаются в исполнении гарантийных обязательств. Напомню, «Союз Холод Урал» оставил объект недоделанным, просто покинув город. Основной вопрос – перебой в работе освещения. Он должен был представить исполнительную документацию, он должен был представить вот эти самые гарантийные обязательства. В течение трех лет подрядчик вообще все, что сделал, должен, грубо говоря, отвечать за качество этих работ. Гарантийное обеспечение выполняется либо собственными силами подрядчика, либо, значит, он обеспечивает ее банковской какой-то там документацией. То есть, грубо, на депозит кладет деньги, а мы, выполняя работы, забираем из банка эти деньги. То есть, это финансирование для работ гарантийных. 12 нарушений, которые рассматривали в суде, они, в принципе, ну, касались там, ну, скажем так, есть опора, и на этой опоре идет накладочки, вот это красиво. Это нарушение суда. Дальше. Вы видите, что иногда выходит из строя освещение по этому объекту. Специалисты вот разобрались и говорят, что есть повреждения. То есть, все, что делал Союз Холод Урал, видимо, что-то там накопал, сделал повреждения, и периодически, значит, то есть, то нет. Это нужно выполнять вот из этих нарушений. Ну, и много помилочек. Вот, в основном, вот эти два крупных, это вот действительно нужно делать, и мы это добьемся и сделаем. Сейчас известно, что подрядчик подал заявление в апелляционные инстанции. 17-й апелляционный суд в Перми в эти дни должен назначить дату заседания. Уже есть большая доля вероятности, что мы в апелляционной инстанции, также устоит решение предыдущего суда. Этой весной состоятся проверочные мероприятия, в ходе которых станет известно, какие объекты не выстояли в зимний период. Акт также будет представлен подрядной организацией. Бульвар Академика Кикоэна и его благоустройство по-прежнему остаются под пристальным вниманием. Такой же комплекс проверочных мероприятий будет проведен на зоне первого этапа работ, нижней части бульвара. Самое тщательное обследование пройдут игровые комплексы и боул. Также одним из пунктов стоит состояние плит после усадки. Этой же весной рассматривается возможность открытия общественной уборной. Мы имеем пока не рабочий, скажем так, а туалет, который у нас стоит. Он полностью введен в эксплуатацию. Мы смотрим все-таки на возможность его эксплуатации в зимний сезон. Есть большие сомнения в связи с тем, что мы, напоминаю, карусельку, по-моему, уже два раза устанавливали после того, как ребятки наши возрастные покачались, что недопустимо. Были другие, значит, варварские деяния, можно сказать, да. У нас раскручивали вот эти стульчики, деревяшки. То есть мы видим, что народ как-то относится к новому объекту неравнодушно. Поэтому, если честно, мы переживаем за этот дорогостоящий объект, я про туалет. Но к весне мы примем все необходимые решения. Думаю, летом однозначно туалет будет работать. И пусть пока город ждет решение апелляционного суда. Но выявленные в ходе проверочных мероприятий недочеты все же будут устранены. Валерия Аконева, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания. Максимально оздоровить детей в летний период, особенно тех, чьи родители вернулись или находятся в зоне специальной военной операции, одна из приоритетных задач. Этому вопросу на заседании штаба по мерам поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан уделили особое внимание. На сегодняшний день в Новоуральском городском округе детей этой категории 310. Им в соответствии с законодательством путевки в лагерь самоцветы и лагеря дневного пребывания будут предоставляться в первоочередном порядке. Напомним, 4 марта началась подача заявлений от родителей на отдых их детей в самоцветах на все летние смены, а закончится прием 26 марта. Ранее на областном совещании по организации помощи мобилизованным и их семьям муниципалитетам рекомендовали обеспечить дополнительную поддержку детям-граждан, участвующих в СВО. И в связи с этим на городском штабе предложили рассмотреть возможность однократного предоставления бесплатной путевки на все виды отдыха в течение одного летнего периода 2023 года по выбору родителей. Данный вопрос вынесен на рабочую группу городской оздоровительной комиссии для внесения дополнений в постановлении об организации отдыха детей. По проекту «Поезд здоровья» 77 новорайских детей поедут в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» в Анапу на первую и четвертую смены за счет средств областного бюджета. Также формируется группа, а это 10 детей, для поездки в санатории сменов в Кисловодск. По линии ФМБА с 22 июня по 12 июля. Дорога будет оплачена за счет средств местного бюджета. А сейчас к спортивным новостям. Финал турнира по хоккею с мячом прошел на ура. Сражения клюшками за первое место вели команды «Фортуна» и «Викинг». Боевой настрой и уверенность в победе чувствовалось в игре команд. Кто же получил заветный кубок, я вам расскажу далее. Критии болельщиков. Удар за ударом. И погоня хоккеистов за мячом. Турнир по игре в «Бенди» традиционно проводится на ледовых площадках спортивного клуба «Кеда». Последние годы соревнования перенесли со стадиона на корт спортивной базы «Айсберг». Это интересный вид хоккея, который представляет собой такие же соревнования, только вместо шайбы небольшой мячик. И как отмечает участник команды «Викинг» Олег Чаткин, этот вид игры нужно возрождать в городе. Настрой на игру. Решительный, как всегда. Что ожидаете от матча? Борьбы, красивые игры. Но победа, естественно. Так что это будем все надеяться. Тем более это надо «Бенди» возрождать в городе. Потому что, к сожалению, нет сейчас центрального стадиона. Потому что раньше было 24 команды. Поэтому надо это все дело культивировать. Спасибо, буду разминаться дальше. Пройдя непростой путь отборочных игр, на льду встретились сильнейшие команды турнира «Викинг» и «Фортуна». Борьба с другими ледовыми дружинами заставляла участников попотеть. Ведь роль играет каждый забитый мяч. Все стараются, все выкладываются. Несмотря на то, что уровень игр не профессиональный, но ребята выкладываются все на 100%. И сегодня мы тоже самое готовимся к тому, чтобы показать лучшую свою игру. Ведь сегодня финал. Вообще, исконно русский вид спорта – это хоккей с мячом. В силу того, что у нас нет условий соответствующих, это нужна большая поляна футбольная. И составы команд 10 на 10. Адаптированный бит спорта к нашим условиям. То есть в хоккейной коробке «Ринг Бенди» называется. Тот же самый русский хоккей, но только усеченными составами, пятерками играем. И митарь, соответственно, другой. То есть клюшки для русского хоккея, мячи вот такие вот. И играем вот в хоккейной коробке. Очень хорошо, дружелюбно проходят игры. Потом всегда приветствуем все команды, игроки друг друга, все друзья. На поле может быть здесь борьба всегда. А после игры все друг друга поздравляют. Все в приятельских, дружеских отношениях находятся. А по турнирам, ну, в основном всегда лидеры, конечно, вот, как показывает практика, одни и те же. Это «Фортуна», «Адмирал», «Молот» команда, ну и «Викинги», вот, собственно, за которого я играю. Вот. И сейчас в этом турнире также встречаемся, вот, в финале получается с «Фортуной». Все друг друга хорошо знаем. В общем, борьба будет серьезная. Настрой какой? Настрой боевой. Настрой положительный. Победит сильнейший. Организатором турнира выступил спортивный клуб «Кедр». А посвящены эти соревнования памяти председателя ОКП-123 Бориса Владимировича Мельникова. Поскольку я, слава богу, Бориса Владимировича Мельникова знаю с 80-х годов, всегда человек отличался очень ответственным отношением к любому делу, которым он занимался. Он начинал тогда и работал еще секретарем комсомольской организации ЦХ-70. Затем был инструктором горкома партии и всегда был неравнатушен к спорту. Ну, потому что Борис Владимирович, во-первых, был кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам. Атмосфера замечательная. Главное, что ребята играют, во-первых, с огромным желанием, совершенно искренне. Конечно, все хотят победить. По крайней мере, мне интересно смотреть. Игра была напряженной. Сильные соперники не позволяли расслабиться друг другу ни на минуту. Викинги весь турнир провели без поражений. В финале победитель определился лишь по булитам. Победа никогда не достается просто. Но в этот раз удача оказалась на стороне Фортуны. Название команды себя оправдало. Со счетом 3-2 по булитам Фортуна стала обладателем большого переходящего кубка. Поздравляем команды Викинги и Фортуна с хорошей игрой. Папа, мама, я – спортивная семья. Этот девиз остается актуальным и в наши дни. Традицию проведения спортивных семейных праздников поддерживают профсоюзы города. Подробности знает Виктор Малышев. Выходные – не повод сидеть дома. Такого девиза точно придерживаются 10 семейных команд, которые приняли участие в традиционном спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья». Уже не первый год его организаторы – активисты объединения первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений округа. Весело, здорово, хорошо. Я думаю, что это имеет место быть. Продолжение у нас будет. У нас очень много в течение этого года запланировано спортивных мероприятий. И я думаю, что это маленькая ступенька, которая потом даст возможность участия и других команд. Мероприятие прошло на площадке детско-юношеской спортивной школы номер 4. Коллектив учреждения радушно встретил в субботний день всех участников. Организаторы подготовили для самых активных семей 8 конкурсных заданий, по итогам которых определены победители и призеры. Но без подарков не ушел никто. Семьи, наверное, готовились самостоятельно к такому мероприятию. Сегодня очень солнечно, настроение хорошее. Всего будет 8 конкурсов, которые предполагают такие шуточные игровые спортивные эстафеты. На самом деле людям нравится. Мы несколько лет выпустили из-за пандемии это мероприятие. В этом году оно наконец-то у нас возобновилось. Желающих, я считаю, 10 команд неплохо. Рассчитываем в следующем году объять более большое количество участников. Все участники были в отличном настроении, а активно их поддерживали болельщики. Атмосфера спорта, позитива и здоровой конкуренции наполняла зал и мотивировала семьи к новым победам. Среди тех, кто в этот день боролся за лидерство, и семья Хуимовых. Очень насыщенная программа. В этот год новые мероприятия, новые эстафеты придуманы. Поэтому очень активно принимаем участие. Эстафеты интересные. Моему брату Саше очень нравится, и мне тоже. Я люблю школу. По итогам всех конкурсов результаты сложились следующим образом. На третьем месте команда школы села Тарасково. На второй ступени пьедестала оказались представители гимназии номер 41. А титул «Самая спортивная семья» присвоен участникам от центра внешкольной работы. Каждая семейная команда получила сертификаты в один из магазинов спортивного инвентаря. А одно из заведений общественного питания города подарило участникам сладкие призы. Но самой большой наградой этого дня стала порция адреналина и хорошее настроение участников и зрителей. Все почувствовали атмосферу праздника. А когда спорт и веселье идут рука об руку, то результат всегда отличный. Виктор Малышев, Николай Ларионов. Новоуральская вещательная компания. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы вновь с вами встретимся в понедельник, 20 марта в 19.00 на канале ОТВ. На информационно-аналитической программе «Объектив. Итоги». Не пропустите. А у меня на сегодня все. Желаю всем хороших выходных. Будьте здоровы и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова